Игровое поле с десяток метров. Кубик лучше брать двумя руками, он тяжелее обычного. А вместо игровых фигур тут сами школьники, которые пришли на финн интенсив. Бросок, перемещение на пару клеток вперед и выполнение действия игрового поля. Таких станций всего пять. Каждая со своей активностью, финансовые ребусы, решение кейсов и так далее. А это уже пресс-конференция для сотрудников школьных СМИ. Проводит ее региональный управляющий отделением Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. Брифинг посвящен актуальной ныне теме. Мошенники еще очень же любят говорить, а вы представьте себе там что-то, а там вот что-нибудь заинтересуетесь. И вы же представляете, что вы в классе идете с этим новым там телефоном, которым вы мечтали, там год-два мечтали, может даже не мечтали. И вот они вот взгляды все, все, у вас голова покрушится совсем в другом направлении. О кибермошенниках, кстати, рассказывают не сухими цифрами. Все на примере школьной жизни. На что мошенники обычно напирают, как заставляют свою жертву им поверить. И, как настоящим репортерам, ребятам разрешили задать свои вопросы. Они задали вопросы те, которые были им интересны. Я видела, многие записывали то, что рассказывал Сергей Викторович. И думаю, им вполне интересно. Даже такая, казалось бы, скучная станция, как разгадывание ребусов не была вялой. У каждого слова своя история. Зачастую случаи жизни. Так информацию запомнить куда легче. Все примеры мошенничества или обучение финансовой грамотности на примере жизненных ситуаций. Например, стоит ли при перечислении стипендий на банковскую карту говорить позвонившему сотруднику банка три цифры на обороте карты. Настольная игра. Это для начальной школы. Очень будет классно. Я думаю, нашим ребятам из нашей школы понравится. А также игра по станциям, которая в основной на первой станции была. Это тоже до более 9-10-11 класса. Интенсив такого плана проводят впервые. Команде победителю вручили памятные призы от Банка России. В школьных лагерях награда может быть другой. Однако самое важное не это, а те знания по финансовой грамотности, которые останутся у ребят.